Клинические случаи 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 то здесь до 10% пациентов могут иметь сердечную дисфункцию. И пациент, который получает брафомек ингибиторы, более 10% пациентов могут иметь сердечную дисфункцию. И следующий важный момент, как мы можем все-таки профилактизировать эти состояния, что мы можем предложить пациенту высокого риска, если мы ожидаем сердечную дисфункцию. Здесь на самом деле не так много у нас имеется инструментов. Если мы говорим о антрациклинах, то был показан позитивный эффект корвидилола и эналаприла. Также был показан позитивный эффект вирошпирона или спиронолактона. Также был показан позитивный эффект кандесартана, метапролола в профилактике сердечной дисфункции. И поэтому очень важен тот момент, что в настоящее время прилагаются значительные усилия для того, чтобы все-таки найти препараты, которые могут профилактизировать сердечную дисфункцию при проведении противоопухолевой терапии у пациентов высокого риска. И вот если говорить о тростузумабе, то здесь, к сожалению, проведенные исследования, они не показали какой-то доказанной, не показали какой-то эффективности препаратов, которые используются для профилактики сердечной дисфункции. Поэтому очень интересен, вот в последнее время появился препарат, неотонфосфокреатин, который был изначально перенят из сердечно-сосудистой хирургии. Он использовался достаточно давно, и пациенты, которые подвергались кардиохирургическим операциям, экзогенный фосфокреатин, он действительно снижал объем некроза кардиомиоцитов, и его стали применять при проведении противоопухолевой терапии. Вот очень интересное исследование, оно касается применения фосфокреатина, неотон у пациентов, которые получали антрациклины. И здесь статистически значимо меньше снижалась фракция выброса левого желудочка. Кроме того, на 30% снижалось количество любых кардиологических осложнений, на 20% снижалось количество изменений на ЭКГ, а маркеры повреждения миокарда, некроза миокарда, на 42% снижались. И вот это препарат неотон, его можно применять по 2 грамма внутривенно в 50 мл физраствора ежедневно в течение 7 дней каждого цикла химиотерапии. И вот хотел бы я представить первый клинический случай, который касается сердечной дисфункции. Это пациентка, которая по поводу рака молочной железы получила 4 цикла неодивантной химиотерапии по схеме ЕЦ, затем она получила 4 цикла неодивантной монохимиотерапии по клитокселам, затем ей была проведена органосохраняющая операция, лучевая терапия, и пациентке было предложено проведение 7 введений тростузумаба в одивантном режиме. И на фоне такой терапии у пациентки появилась прогрессивающая слабость, одышка, которая нарастала по интенсивности, малопродуктивный кашель, и она обратилась с этими жалобами к нам. И что мы увидели? Мы увидели прогрессивное снижение фракции выброса левого желудочка, то есть изначально до терапии тростузумаба она была 61, а на приеме она уже была 45. Мы исключили пневмонию, исключили тела, сделали анализ на тропонин и сделали анализ на NT-проби-НП, который был повышен. Это свидетельствовало о том, что у пациентки есть все-таки сердечная дисфункция. И мы, пациентки, приостановили противоопухолевую терапию, назначили кардиотропную терапию, бета-адреноблокатор, ингибитор АПФ, спиронолактон и диуретическую терапию торосимидом. И пациентка пришла через две недели, у нее было клиническое улучшение, но при этом фракция выброса оставалась на низком уровне, в пределах 40. Мы отправили пациентку дальше под наблюдение, сохранили терапию. Через один месяц какого значимого улучшения не было. А через три месяца мы уже увидели, что у пациентки увеличилась толерантность к физической нагрузке, прошел отечный синдром. И мы коллегиально... Фракция выброса увеличилась до 44. И мы коллегиально приняли решение о возобновлении терапии тростузумабом. И через шесть месяцев у пациентки каких-либо жалоб не было, она дополнительно похудела еще. И фракция выброса у нее увеличилась до 50%. И вот вы видите, что через полтора года наблюдения у пациентки произошло практически возвращение фракции выброса до 58%. И при этом хочется сказать, что... Я к чему это говорю? Что было проведено исследование, оно небольшое. Но оно показало, что возможно достаточно безопасно продолжать таргетную терапию тростузумаба у пациенток с умеренным снижением фракции выброса. И вот этот клинический пример, он это продемонстрировал. Потому что это достаточно частая ситуация в клинической практике, снижается фракция выброса у пациентки, получающая тростузумаб. И, к сожалению, пациентам в дальнейшем отказывают от проведения противоопухолевой терапии. И здесь должен быть сбалансированный подход. Во-первых, на фоне кардиотропной терапии. И это возможно, и иногда у пациенток это, так сказать, единственный шанс на то, чтобы заболевание не прогрессировало. Следующая нозология, о которой я хотел бы поговорить, это артериальная гипертензия, связанная с антиангиогенной терапией. Это достаточно частое осложнение. И если мы говорим о терапии моноклональными телами или афлиберцептом, здесь у афлиберцепта практически половина пациентов имеет артериальную гипертензию. У биоцезумаба это практически четверть пациентов. Если мы говорим о ингибиторах тирозинкиназ, то здесь ситуация еще более сложная. И у некоторых препаратов, допустим, линвотиниб, здесь до 70% пациентов могут иметь артериальную гипертензию. То есть это достаточно распространенная проблема. И надо всегда помнить классификацию CTC, которая говорит о том, что если у пациента наблюдается вторая степень нежелательного явления в виде гипертензии, то есть давление больше 140-90 мм ртутного столба, пациенту показано начало антигипертензивной терапии. Если у пациента наблюдается третья степень нежелательного явления, здесь уже показана комбинированная терапия. Четвертая степень это жизнеугрожающее состояние, когда пациенту показана неотложная терапия, то есть это злокачественная гипертензия или гипертонический криз. И каков алгоритм лечения этих пациентов? Если у пациента небольшая гипертензия, первая степень пациента низкого риска, ослабленный, пожилый, то здесь возможна монотерапия любым из препаратов. Это ингибитор АПФ, сортан или блокатор кальциевых каналов. Во всех остальных случаях показано все-таки начало комбинированной терапии. Это сортан ингибитор АПФ и блокатор кальциевых каналов. И затем, если такая терапия не помогает, мы переходим ко второму и третьему шагу, постепенно добавляя различные препараты к существующей схеме лечения. И вот я хотел бы рассказать о клиническом случае. Это больной, 73-х лет. И по поводу рака почки ему в 2008 году было выполнено нефродреналоктомия. И спустя 14 лет, в 2002 году у него было, в 2022 году у него диагностировано прогрессирование с метастазами в легкие. И пациенту инициирована терапия с унитенибом в дозе 50 мг. И пациент из анамнеза известно, что пациент около 20 лет страдает гипертонической болезнью. По аутометрию у него на фоне комбинированной существующей терапии была нормотензия. Он принимал аблатипин, эндопамид и перендоприл. И все у него было хорошо. И через 7 дней от начала приема с унитенибом пациент обратился с жалобами на давящую боль за грудиной, повышение давления. При осмотре, при инструментальном обследовании у него были выявлены ишемические изменения на ЭКГ. Пациенту оказана неотложная помощь. И с представлением о нестабильности на кардии ему была предложена госпитализация, от которой он оказался. Но вместе с тем мы продолжили ему лечение, мы ему назначили комбинированную амбулаторную терапию. И мы, естественно, приостановили таргетную терапию с унитенибом. И рекомендовали пациенту, если у него ухудшится состояние, обратиться в скорую помощь. Но, к нашему счастью, через одну неделю от начала антигипертонизивной терапии у пациента исчез ангинозный синдром. Нормализовалось давление. Мы пациенту коллегиально, посоветовавшись с онкологами, возобновили все-таки таргетную терапию в прежней дозе. И итогом такой совместной работы была стабилизация течения основного заболевания. Следующая нозология, которая, на мой взгляд, также часто встречается при противоопухолевой терапии, это ишемическая болезнь сердца. Здесь очень важно также понимать, какие препараты вызывают ишемию миокарда. Это прежде всего в торпиримедины. 5-торороцил, капицитабин, гемцитабин. Если говорить о бессимптомной ишемии, то до 20% пациентов имеют бессимптомную ишемию миокарда. До 10% имеют бессимптомную ишемию. А изменения по различным данным на ЭКГ могут наблюдаться практически у 70% пациентов, которые получают терапию в торпиримединами. И если мы говорим о препаратах платины, то здесь до 8% пациентов это реже возникает, имеют ишемию. Пациенты, которые получают антиангиогенную терапию, по различным данным, до 15% имеют риск возникновения ишемии. И токсаны менее часто, но все же это периодически бывает, до 4% пациентов могут иметь ишемию. И что здесь важно? Здесь изначально важно понимать подход к диагностике острого коронарного синдрома на фоне противоопухолевой терапии. И здесь важно знать три критерия. Что диагностика острого коронарного синдрома, она складывается из трех основных параметров. Это клиническая симптоматика, это острый дискомфорт в грудной клетке, который безусловно связан с проведением противоопухолевой терапии. Которая описывается как боль с давлением, стеснением, лежением, дышкой, боль в эпигастрии, с радиацией в левую руку, в челюсть, в лопатку. Следующий критерий это, конечно, изменения на ЭКГ. И третий критерий это сердечные тропонины. И на основании такой первичной диагностики мы обязательно должны выделить две группы пациентов. Это первые, это пациенты с острой болью в грудной клетке, которая сохраняется больше 20 минут. И когда на ЭКГ имеется подъем сегмента СТ. И у таких пациентов, как правило, это все заканчивается крупноочаговым КУ-инфарктом миокарда. И таких пациентов, конечно, надо подвергать реперфузии. Либо это хирургическая реперфузия, либо это фибринолитическая терапия. И вторая группа пациентов, это пациенты без стойкого подъема сегмента СТ. Потому что потом острый коронарный синдром, он может без подъема сегмента СТ, как правило, он переходит либо в мелкоочаговый, или он сейчас еще называется инфаркт миокарда без зубца КУ, или нестабильная стенокардия. А пациенты, у которых имеется подъем сегмента СТ, они чаще переходят в группу пациентов с инфарктом миокарда с зубцом КУ. То есть это по старой классификации трансмуральный крупноочаговый инфаркт миокарда. И здесь очень также важно понимать, какова стратегия ведения этих пациентов. Если у пациента имеется все-таки острый коронарный синдром или инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ, и у него ожидается длительная продолжительность жизни, больше полугода, то здесь рекомендована, конечно, инвазивная стратегия, то есть это коронарография и чрезкожная баллона ангиопластика, стентирование. А если пациенты с плохим прогнозом, или у них имеется очень высокий риск кровотечения, бывают такие пациенты, или у них имеется инфаркт миокарда без подъема сегмента СТ, то здесь, конечно, рекомендуется, прежде всего, рассмотреть возможность консервативной терапии без применения инвазивных методик. И, безусловно, если противоопухолевая терапия является причиной возникновения острого коронарного синдрома, то здесь обязательно прекращение противоопухолевой терапии. И клинический случай. Достаточно молодая женщина, 49 лет, и она получала лечение по поводу рака анального канала. Ей запланирована конформная лучевая терапия на фоне радиосенсибилижающей химиотерапии со сплотином, с капицитабином. И до проведения лучевой и химиотерапии пациентка была обследована, у нее не было каких-либо сопутствующих заболеваний. При обследовании электрокардиографии, эхокардиографии каких-то изменений не выявила. И вместе с тем, через 5 дней от начала лечения пациентка пожаловалась на давящую боль за грудиной. Ей было выполнено ЭКГ, и у нее были типичные ишемические изменения, реполизационные изменения в области передней стенки и верхушки левого желудочка. Эхокардиография не показала каких-либо нарушений локальной сократимости. Тропонин был отрицательный. Пациентке оказана неотложная помощь, и она госпитализирована с острым коронарным синдромом в городской стационар. И в стационаре ей была выполнена коронарография, и это достаточно типичная ситуация у таких молодых пациенток. Патологии коронарных артерий не было выявлено, и были выявлены косвенные признаки коронароспазма. То есть здесь можно констатировать, что у нее на фоне проведения химиотерапии возникла нестабильная стенокардия, связанная с спазмом коронарных артерий. И на фоне консервативной терапии больная достаточно быстро была выписана, и она пришла к нам на прием с вопросом о возможности продолжения лечения на фоне медикаментозной терапии. И мы ей рекомендовали, это вот достаточно такая интересная схема, это пролонгированные нитраты из асорбидомононитрат, которые мы и назначили за 2-3 дня до проведения химиотерапии, и продолжать прием их в течение всей химиотерапии. Также мы пациентке назначили блокаторы кальциевых каналов, то есть нитраты они расширяют коронарные артерии, блокаторы кальциевых каналов, дегидроперидиновые, они также расширяют коронарные артерии. И так как пациентка была здоровая, у нее давление было 120-80, мы все-таки ожидали, что у нее будет гипотония, но все было более-менее хорошо, и у пациентки на фоне возобновления химиотерапии, на фоне возобновления лучевой терапии отсутствовал ангинозный синдром, каких-либо изменений на ЭКГ зафиксировано не было, и мы ей завершили полный курс лечения. И в заключение я хотел бы представить, на мой взгляд, основные выводы. И, безусловно, современная противоопухолевая терапия, она требует от онколога знания основных принципов диагностики сердечно-сосудистых осложнений. То есть это общая проблема, и онколог, конечно, должен в этих вопросах ориентироваться. Второе. Реалии оказания противоопухолевой терапии требуют обязательно участия врача-онколога в лечении сердечно-сосудистых осложнений. Все мы понимаем, что наша страна большая, мы находимся в федеральном центре, у нас достаточно широкие возможности, но реалии таковы, что на местах, в регионах, как правило, отсутствует возможность оказания быстрой специализированной помощи онкологическим пациентам. И тут, насколько лучше ориентируется онколог, насколько он лучше обладает знаниями в сопутствующей терапии, тем исходы, как правило, лечения этих осложнений у пациента лучше. И, безусловно, и это очень важно, что именно своевременная диагностика и коррекция, они позволяют избежать неблагоприятных исходов этих сердечно-сосудистых осложнений. И последнее, что возобновление противоопухолевой терапии, мы про это говорили, после купирования сердечно-сосудистых осложнений, в целом является, можно констатировать, вопросом малоизученным, индивидуальным. И, конечно, он основывается в том числе и на страхе врача-онколога, в возможности возобновления опять этих нежелательных явлений. Но, безусловно, все эти вопросы, они должны решаться, прежде всего, в пользу больного, чтобы больной мог продолжить эффективную противоопухолевую терапию. Спасибо.